Центральный вопрос, который здесь исходит от всех, где взять сил работать выше знания? Нет такой силы. Получишь свыше, если получишь, через группу, по методике, о которой ты слышишь от учителя. И все? Нету? Мы не понимаем, насколько мы находимся в занятии, у которого нет никакого реального шанса, рационального шанса быть сделанным. Это просто только ты должен хотеть и связать себя с радостью, просить о том, чтобы тебе это сделали родные, близкие и так далее. Верно, так оно и происходит. Что делать? Белать подготовку к этому. И в этой подготовке ты все больше и больше должен понять, что это так и есть. Тебе на пользу. Силы только свыше. Правильные понятия свыше. Чувство, разум, все, кроме животного твоего, приходит от света, возвращающего к источнику. Привлечь свет, возвращающий к источнику, ты можешь, если ты делаешь усилие. Усилие – это учеба, раф-группа. Все. Если ты в этом производишь правильные действия, через них к тебе приходит свет, возвращающий к источнику. Он тебя изменяет. Как он тебя изменяет, ты не знаешь. Относительно чего? Ты говоришь «отдача», но ты не знаешь, что это значит. Тогда он сделает. И все. Хозяин истины не должен работнику объяснять, что работнику делать. Он должен сказать ему «делай вот так» и все. А раб, если он хочет быть преданным рабом, не хочет понимать, не хочет соглашаться с тем, что говорит хозяин, господин. Если он хочет слиться с господином, хозяином, быть как он, и понимать, что внутри него, внутри его природы нет ничего, того, что он мог бы остаться на следующей ступени, быть как хозяином, он радуется этому, тому, что предстоит ему сейчас. То, что это совершенно противоположно тому, что есть у него образом крайним. А иначе это не является исправлением.